Памятные мероприемства в областном центре по традиции распочались опоминальные акции «Запали свечку памяти». Былые воины-афганцы пришли у Свято-Петропавловский кафедральный собор, как поставить свечки в память об загинувших у Афганистана земляках. Дарочи за маль 30 тысяч белорусов, которые воевали на афганской земле, до дому не вернулся 771 человек. За их 124 уродженцы Гомельской области. Окончилась война. Когда война заканчивается, это, наверное, праздник. Конечно, для матери, которая потеряла сына, это, конечно же, память, это, конечно, какая-то скорбь, это боль и так далее. Для людей, которые дождались своих сыновей, конечно же, праздник. Плохо, когда, конечно, идут войны. Поэтому я хотел бы пожелать всем нашим воинам-интринационалистам, чтобы их дети, внуки, правнуки, чтобы никогда в жизни не знали то, что испытали их родственники, которые служили в Афганистане и другие горячие точки. О полдне в Гомельском храме Иверской иконы Божией Мати прошла панихида по загинувших воинных-интернационалистах. Знаковые падеи дня стал митинг-реквием за складанием кветок до монумента воинам-интернационалистам в микрорайоне Любинске. Монументу зведену память об усих воинах, яке урозные годы воевали за межами нашей родимы. Удельниками митингу стали ветераны боевых деянеу, представники органов улады, громадских объединений, предприемства и организаций. Память загинувших яны ушановали хвилины молчанья. Мы и скорбим сегодня, и в то же время встречаемся со своими сослуживцами, для того, чтобы пообщаться, поддержать инвалидов наших, поддержать семьи погибших, кто остались еще живых, родители, кто остались еще живые. Ну и, конечно, помянуть всех тех, кто ушел за 28 после афганских лет, ушли из жизни наши ребята, наши сверстники. Сегодня в Гомельской области проживает около 3800 воинов-интернационалистов, яке примали уделу в локальных военных конфликтах за межой. Многие из них примают уделу громадским життям региона, выступают на учебных установах, проводят уроки можности для школьников. В патриотичном выховании подрастающих поколений яны достойно протягивают справу, распочатую ветеранами Великой Айчинной войны.